Здравствуйте, меня зовут Николай Пивненко, и это программа «Феномен успеха». Вы смотрите online.tv.ru. Мы работаем в прямом эфире по вещательной технологии сетивизор. Это первое интерактивное телевидение в российской столице. 17 часов, 1 минута. И сегодня в нашей программе «Феномен успеха» мы общаемся с Владимиром Вольфовичем Жириновским. Здравствуйте, Владимир Вольфович. Добрый вечер. Вы грустный сегодня. Что-то случилось? Нет, ничего не случилось. Я в резине работаю. Если я буду улыбаться в конце дня, значит, я круглый идиот. И на стране люди не работают, а бомжуют. Ну, как можно в конце рабочего дня сидеть и наслаждаться жизнью? Ну, как же, говорят, что человек счастливый тогда, когда он с улыбкой идет домой и на работу. Чушь, чушь, чушь. Он на работу идет с ненавистью и домой с ненавистью. Это моя позиция. Нет, это все так. А кто, у кого получается, они счастливчики, я их не знаю. Я знаю тех, кто с ненавистью на работу и с ненавистью домой. Но вы-то любите свою работу? Зачем ее любить? Как можно любить работу? Смешно же. Надо работать. Любить работу. Да, это же нагрузка, это усталость, это проблемы, конфликты. Как это можно любить? Человек может любить музыку, спорт, отдых, животных, дачу поехать, на рыбалку. Работу человек не может любить. У вас совсем недавно был день рождения. Вот скажите, запомнилась ли какая-нибудь открытка, подпись, кто-нибудь что-нибудь такое оригинальное вам подарил, что было неожиданным, приятным? Ничего оригинального не было. Все вот 20 лет у меня, юбилей как бы вот, мы начали праздновать публично день рождения. Люди приходят. Подарки, наверное, уже 300 подарков скопилось за 20 лет. Их все организовали в музей. У нас есть музей свой, ЛДПР. Там все хранится. Чаще всего запонки, часы, ручки, заколки для галстука. Это вот, как говорится... Мужской набор. Очень, да. Ну вот первый раз подарили мне сейчас пневматику. Пистолет там горошинами стреляет. Зачем? Первый раз. Ну не знаю, вы спрашиваете, зачем. С намеком? Подарили. Не с намеком, но человек искал подарок. Кто там патефон подарил в силе ретро? А так, чтобы совсем сверхоригинально, ничего нет такого. А вы вообще любите праздновать дни рождения? Вот для себя или как-то? Нет. Как можно любить праздновать? Приходит 300 человек. Скажем, нужно поздороваться. Он хочет поздравить. Я же не приглашаю. Но люди приходят. Приходится как-то общаться. Поэтому здесь не может быть никакой любви. Я вообще это слово стараюсь... Мы не должны... Люблю работать, люблю это. У меня нет этого. Все должно быть нейтрально. Нейтрально и прохладно. И такой рабочий вариант. Ну хорошо. Помните, как раньше называлось, в последний час. Мы не можем не воспользоваться тем, что у нас депутат Госдумы здесь. Вот последние новости с депутатских фронтов. Что вот сейчас свежего есть у вас информация по Украине? И сегодня по поводу санкций. Что вы расскажете об этом? Ну вот по Украине здесь, конечно, есть недопонимание. Делают акцент Майдан, правый сектор, патриоты, юго-восток Украины. На самом деле все это организовано из экономических проблем. Сделано со стороны США. Ей нужно выйти из кризиса. Найти возможность как-то компенсировать свои потери. Всем тяжело. Как улыбаться, когда война идет практически? Из-за чего? Из-за того, что ведущие страны мира не могут найти выхода из кризиса. И чтобы выйти из кризиса, вот три года назад американцы устроили землетрясение, чтобы произошла авария на атомной станции Фукуяма. Там вот, в Японии. Или Фукусима. Фукусима. Там острова называются тоже. Разные названия. Для чего? Чтобы пошла нехватка уранового топлива для американских станций, надо убрать конкурентов. Неудобно, кстати, японцам. Закройте ваши станции. Устроить землетрясение. Это отразится на станциях. И во избежание Чернобыля японского. Они их позакрывали. 50 блоков. Все. Сейчас прошло время. Надо опять повернуть Европу, чтобы она покупала все энергоносители в США. В США наладили технологию. Сланцевый газ и так далее. Но русский-то газ дешевле и ближе. Поэтому заставить Европу отказаться от русского газа. А как? Поссорить. А как поссорить? Вот создать ситуацию. Киев, Майдан, переворот. Это правый сектор. Гонение на русских. Они требуют защиты. И вот это все пошло сейчас. Это может длиться и несколько месяцев, и несколько лет. И итог или цель. Чтобы рассорить Европу с Россией. Чтобы Европа отвернулась от России. Все санкции там. Это как бы подводка. А суть одна, чтобы переключить. Европа, значит, имеет с нами торговые отношения, с Россией. 500 миллиардов долларов. Так американцам выгоднее, чтобы эти деньги шли в казну США. Поэтому вот все это затеяли. Вот. Условия благоприятные. Газ нас ждет через Украину. Надо рассорить Россию с Украиной. Довести почти до войны. И под страхом большой войны Запад уходит от экономических связей с Россией. Вот цель. Все. Пока они еще не достигли ее. Ну вот она в повестке дня. А все остальное, выборы президенты Януковича, Порошенко, ругаются, стреляют, оскорбляют. Это все подтанцовка. Чтобы люди ничего не поняли. Чтобы все думали, как там на Украине Майдан, давайте там Донбасс, кровь. Вот сейчас подстрелили, ранили мэра Харькова. Опять. Для чего? Он занимает нейтральную позицию. Он не с юго-востоком России и Украины, и не с Киевом. А надо же обострять обстановку. Харьков должен быть в крови. Как Донецк, как Славянск, как Луганск. Вот сейчас там. Потом Днерпетровск что-то устроит. Потом Запорожье, Херсон, Одесса. Чтобы заполыхали все восемь регионов. Крым они потеряли. Но может Крым душить без воды, без света и так далее. То есть вся политика США на создание тяжелейшей обстановки Украины, России и Европы. Вот и все. А люди думают, вот там демократия давайте защищать, там что-то такое. А чем завершится это все? Какой у вас прогноз? Как будет? Ну, варианты есть какие. Как Крым. Мы присоединяем, посоединяются части Южной Украины. Полная оккупация Украины. И свержение режима. Так сказать, оккупация Киева. Вот. Или мы замораживаем ситуацию, как сейчас. Но американцам это не выгодно. Американцам выгодно, чтобы было шло обострение постоянно. Обострение. Вот Крым отошел. Вот Луганск взяли русские. Вот Донецк взяли. Вот там Запорожье. Вот Херсон. Невопетровск. Одесса. Приднестровье. Потом выше пошли там Хмельницкий, Полтава, Винница, Кременчук. Вот тоже можно лет пять это делать. С тем, чтобы Европа полностью переключилась на потребление американских энергоносителей. И денежки все идут в казну США. Вот это вот цель. Арабы проигрывают. У них Европа ничего не покупает. То есть наказать Россию и мусульманский мир за счет того, что Европа у них перестает покупать нефрегаз, а все энергоносители. И Америка получает доход. Спасает свою экономику. Вот ради этого практически идет такая вот торгово-экономическая война. Она не перейдет в горячую. Американцам это невыгодно. Им хочется жить и жить красиво. Вот поссорить всех, как пауки в банке. У них это получается. Ну а Европе невыгодно же? В Европе такая ситуация тоже невыгодна? Они понимают европейцы. Они стараются санкции не вводить экономические. Американские не поддерживать. Но всегда есть троянский конь. Всегда есть слабое звено. И они будут давить. Давить. Но чтобы Европу заставить пойти по американскому сценарию, вот и заложен сценарий жесткого, долгого, страшного столкновения Россия и Украина. Чтобы были тысячи трупов. Чтобы горели города Украины. Чтобы шла настоящая война. Ненависть была бы у украинцев к русским, у русским к украинцам. И все это вместе пугает Европу. Вот правый центр. Правый сектор. Европейцы не хотят, чтобы у них правые радикалы такой же получили возможность. Специально же его не прикрывают. Как Гитлера в свое время. Специально выпистывали, чтобы бросить его на восток. А сейчас другая ситуация. Сейчас надо стравить восток Россия с восточной Европой Украина. Но запад повернуть наоборот к Америке. Но смысл один и тот же. Разделяя властвую и в основе экономика. Идеологию привязывают. Привязывают правый сектор. Мы очень сильная Россия. Вот в этой ситуации. Я к чему просто веду. Сегодня очень часто ваше имя упоминалось. В связи с тем, что вы тоже попали в этот санкционный список. Чего вас там лишают? Только право ограничения на въезд. Если я еду как турист, как человек, мне въезд запрещен. Но если я еду в составе официальной делегации, они обязаны пропустить. Но я не так, не так не еду. Никак я не еду. Я там был один раз. Сейчас октябрь 2001 года. Мне там делать нечего. У меня дача под Москвой. Полчаса езды. Полчаса. Я не могу доехать. Раз в месяц я приезжаю. Раз в месяц. С большим трудом я лечу в Сочи. В санаторий. Мацеста, ванны. Сейчас полечу летом обязательно Крым. Все. Юг, рядом Россия. И каникулы парламентские. Какой-то отпуск там. Вот и все. А чтобы за границу лететь. То есть не любите особо. Да так далеко. Да зачем? Ну, посмотреть мир. Я все видел. Все одинаково. Глобальный мир. Завтраки одинаковые. Обеды, ужины, гостиницы, такси, магазины. Театр. Все видел. И по 10 раз. Поэтому ничего нового я не могу там подчеркнуть. И никакого желания ехать к ним у меня нету. Но меня радует включение в список. Поскольку это вот последнюю с Зюгановым и Мироновым будет показывать их избирателям, что позиция Зюганова и Миронова Запад не волнует. Это, так сказать, левые интернационалисты. А волнует только одна партия. Берпушков. Это комитет по международным делам. Понятно, почему включили. Там Бабаков тоже. Это тоже дела. А вот лидера партии только меня одного. И не сейчас уже 20 лет. Зюганов везде добро пожаловать. Пускай коммунист расскажет сказки там про Ленина, про Сталина. Это как бы интересно. Как для детей интересна там сказка про Красную Шапочку. Хотя и не было ни Красной Шапочки, ни этого Волка, ни этой бабушки. Но тем не менее. Зато сказка. Сказка есть. Так и тут. А меня боятся. Меня, так сказать, они все время пытались как-то прижимать, чернить, заносить списки. Ультраправые. Ну, какие ультраправые? Ну, в Украине ультраправые. Правый сектор, партия свободы. Мы никогда никаких заявлений даже не делали. А уже реальные действия близко нет. Ну, вот они боятся. Боятся, что вот такая партия, как ЛДПР, ее лидер, могут получить большее признание в России. И могут какую-то часть власти поручить. Вот это страх. Это играет на популярность партии сегодня? Вот то, что вас включили в Санкт-Петербург? Конечно. Конечно. Люди же видят, что, значит, им наплевать. Канада, это Америка, Евросоюз, Запад. То есть Западу не нравится позиция ЛДПР. Западу не нравится лидер ЛДПР. И это не первый раз. Поэтому здесь уже нет варианта. Может быть, случайно. Может быть, какая-то там фраза не понравилась. Нет, это уже нам 13 декабря. 25 лет. У меня день рождения. Вот у нас с вами май приближается. Праздник. Надо поэтому, чтобы у людей было хорошее настроение. Поэтому мы всех приглашаем. Вот 1 мая у нас на Пушкинской площади концерт, чай. Каша гречневая, но с настоящим мясом. И тушенка. 20 лет назад ее заложили в резерв. В ресторане заказываем. И нам готовят хорошая каша в термосах. Все как положено. Как положено. И какие-то сладости, пирожки, булочки, концерт. То есть праздник должен быть для людей. Праздник. А Украина это все. Это как Испания, может быть, такой вариант. Когда Гитлер, Муссолини поддерживали Франка, АССР поддерживала республиканцев. Это шло там несколько лет. Это как Польша, Украина. Раздел ее. Сейчас бы что я сделал, если я был бы главой государства. Я бы сказал, Лукашенко, давай вводи войска в северо-западную часть Украины. И Киев бери. А мы с юга подойдем. Мы сейчас можем очень хорошо действовать. Все равно американцы нам жить спокойно не дадут. Все равно будут пакости. Все равно будут интриги, конфликты, провокации. Но нужно сохранить Украину. Не как страну, но как территорию людей. Чтобы не горела земля украинская. У нас поручик Голицын, там есть такие строчки. Горит под ногами Донская земля. Ну что это такое? Вот сейчас она горит, потому что Донецк это же дом. И люди гибнут. Очень жалко мне их. Поэтому Россия самая мощная в военном отношении страна. Мы можем сейчас всю Украину взять под русский флаг. И по крымскому варианту включить состав России. Но это моя позиция. Это не позиция руководства. Я не знаю и не общаюсь. Как там они будут решать? Польше угрожать. Польше угрожать. Если будете тявкать, ворчать, то будет последний седьмой раздел Польши. И плевать нам, что вы в НАТО. Прибалтов прижать. Вы-то что там шевелитесь? Литва, Клайпеда, это русский город. Вам дали после 45-м году. Это не вам дали. Советскому Союзу. А Вильнюс, это Белоруссия. А Нарва, это Россия. Какой стати это будет у вас в Эстонии находиться? Вот. Так что их надо прижимать. Их нужно заставлять, чтобы они понимали, что такое Россия. Неких оскорблений в адрес России. Закрывают ее русские школы, мы вам закрываем торговлю. То есть баш на баш, санкция на санкцию, ответные меры с опережением еще. Ошибка какая? 20 лет мы Украину кормили. В год 10 миллионов долларов уходило. Как подарок. В разных вариантах. За 20 лет 250 миллиардов. Зачем? Потеряли же. И фракция ЛДПР не голосовала. Ни с договора о дружбе, 98-й год. Ни харьковские соглашения, 10-й год. Мы знали, что все окончится плохо. А почему окончилось плохо? Ну потому что мы понимали это. Что Украина западная есть. Нельзя было ее оставлять, западную Украину. Она как чеш такой, как гнойник. Она отрицательно влияла на Восточную Украину. И уже много лет Украина разыгрывается, как карта козырная, в борьбе с Россией. Это не сегодня. Это уже 200-300 лет. Вы же помните Богдан Хмельницкий воссоединение с Россией, 1654 год. 360 лет назад. То есть это уже 400 лет это идет. Потому что не хотят, чтобы Россия двигалась на запад. На юге Турция и Иран. Мы с ней много воевали. На севере мы уже стоим. Холодное море. Ледовитый океан. На Дальний Восток мы дошли. Тоже океан. То есть нам мешали выйти на юг. Константинополь. Это вот царь не успел. Александр Первый хотел. Николай Первый, Александр Второй. Николай Второй. Но вот не получилось. Нам не хваталось на южных регионах. Ну а на запад мы шли, потому что Россия участвовала во всех европейских войнах. Свергала реакционные режимы. Не реакционные, а наоборот. Революционные. Помогала монархам Австро-Венгрии особенно сохранить монархические режимы. Постоянные войны, конечно. И Швеция, и Финляндия, и все остальное. Румыния, Венгрия, Польша. То есть мы со всеми воевали. Но не сами. Мы сами не нападали. Но обе мировые войны, они шли с запада на восток. И в Первую мировую войну все были на Восточном фронте против нас. Немцы, австрийцы, венгры, поляки и так далее. Чехи, словаки, сербы, болгары. Все. И во Вторую мировую войну даже испанцы, которым мы помогали. Португальцы, итальянцы, все. Французы даже были. Британцы. Ну, все, все, все. Естественно, они погибали. Родственники получали извещения о гибели. Поэтому столетиями скапливалось такое холодное отношение к России. Зависть. Могущественная страна. Страна победоносная. И, естественно, потери. У кого-то дедушка здесь похоронен. У кого-то дядя. И так далее. Вот такая ситуация. Владимир Вольфович, я, с Вашего позволения, напомню нашим сетезрителям, что у Вас есть прекрасная возможность попасть к нам в эфир. У нас есть одна единственная кнопка, нажав на которую, Вы тут же автоматически попадаете к нам. Либо в аудиоварианте, либо, если у Вас есть видеокамера на Вашем компьютере, то мы Вас не только услышим, но и увидим. Также оставляйте Ваши комментарии и вопросы на нашей стене. В финале программы мы, естественно, их адресуем нашему гостю. Ну, и от сегодняшнего дня я хотел бы перейти к разговору, так как программа называется «Феномен успеха», хочется немножечко вспомнить Ваш творческий путь, политический, профессиональный. Потому что много есть, ну, если не белых пятен, то таких немножко серых, непонятных. Возможно, Вы сегодня о них заходите, расскажете. Давайте вот с чего начнем. Вот Вы считаете себя ребенком какой земли? Вот Вы родились, я смотрел много Ваших интервью, Вы рассказали, что как-то сложно все происходило, в доме какая-то была проблема там и так далее и тому подобное. Вообще, вот появление Жириновского на свет, как это происходило? Ну, мама переживала, что отец уезжает за границу. Поскольку он был из Западной Украины, Костополь, Ровенская область. Его отец, мой дед, был фабрикант. И фабрику национализировали в декабре 1940 года. Дом, 4 комнаты всего, 60 метров. Всего 60 метров? На пятерых. 15 мая 1941 года национализировали. И дедушку не могли наказать, потому что фабрика иначе остановится. Тогда в качестве наказания моего отца, будущего, направляют в Сибирь в лагерь. А его младший брат, юрист, дает взятку и из лагеря забирают в Алмату, где он работал. Строилась Туркестано-Сибирская железная дорога. Там мама знакомится. Но поскольку они из лагеря-то незаконно ушли, он, мой отец, то они боялись, что могут снова посадить. И когда кончилась война, и решили уезжать. Кто с запада беженцы на запад, кто с востока, с запада на восток. То есть обмен беженцами происходил. И вот уже 9 месяцев подходит, но мама рожает меня как раз в тот день, когда отец на вокзале уезжает. Видимо, это ее расстроило. Это вот мой день рождения, 25 апреля. Днем она уже знала, что он ушел. Формируется эшелон. Алмата, Москва, Варшава. И, видимо, это расстройство привело к родам. И я родился. Побежали сообщить отцу. Он знал, что я родился. Но он не мог оставаться. Страх перед арестом, перед новым. Но еще проблема того, что мама волновалась. Потому что второй брак, и опять неудачно. Первый муж умер, туберкулез. Второй обязан уехать. Вынужден уехать. Вот. И, конечно, это повлияло на самочувствие ее. И я рождаюсь сам. Скорая помощь долго не приехала. Далеко там, недалеко жила соседка, акушерка. Она не успела прийти. И дядя, брат сестры моей матери, кухонным ножом перерезает пуповину. Потом уже скорая помощь увозит нас двоих. Вот момент рождения был омрачен тем, что мама переживала. Может быть, даже плакала. Вот. И то, что не успели врачи приехать. Они не успели, потому что она не знала, что она родит. Вечером 25 апреля. Где-то шел дождь в 11-м часу вечера. Вот это было, как бы, объективные трудности родов. В этом плане, что, видите, помогают врачи. Бывает, доходит дело к кеслево сечения делаю. А тут никого. Ни каких врачей. Сам. Хорошо я был шестой. Уже легче. Когда много детей родила женщина, уже легче. Первый вообще его, может быть, погиб бы. Вот так, что это был момент, так сказать, связан с рождением. А потом, два месяца мне всего. Я еще молоко материнское, значит, использую для жизни. И мама грудью кормила до 11 месяцев. Сейчас не могут. Два-три месяца и все. Опять она переживает. Она едет в Варшаву. Уговорит отца вернуться. А советское посольство говорит, нет, визу не дадим. Тебе, пожалуйста, ему нет. Он иностранец считается, иностранец. И она опять слезы, видимо, расставание. Он говорит, давай оставайся здесь. А как она останется, когда пять человек детей там? Опять переживает. Да пока ехали в Варшаву, вагоны-то грязные. После войны только. Это был июнь 46-го года. Мне всего два месяца. Вши напали на меня. Ну, где санитарные средства гигиены? Где? Поезд идет пять дней почти. Что, принесут вам аптечку, что ли? Я же опять мучаюсь. Ребенку два месяца, а его вши. Так сказать, всего. Это вот все проблемы. После военной. Война, война, тяжело. После войны уже. Я жарился после. Но ситуация была вот такая тяжелая. И денег нет у мамы. На работу она пойдет только через три года. Когда мне будет три года. А так вот перебивались. Ну, на что жить? Так что одни проблемы. Тяжести были. А что для вас мама? Ну, конечно, я как ребенок ее любил. Потому что она была для меня, так сказать, главным. И без отца рос. Поэтому все сыновьи чувства ей были адресованы. Жалко ее было. Она плакала. Сидит дома. В комнате. Сидит, стоит утюгом, гладит белье там. Плачет. Я спрашиваю, мама, почему ты плачешь? Говорит. Вырастешь большой, узнаешь. Поймешь. Ну, видимо, жизнь неудачная. Чего же не плакать-то? Один муж умер, другой уехал. Денег нету. И на руках пятеро детей. Чем кормить-то? Ну, ребят старших забрали в Суворовское училище. Девочек забрала тетка. И остался со старшей сестрой Верой. Вот так мы жили. Потом появился отчим. Опять родостей мало. Соседи. У вас были хорошие отношения? Отвратительные были отношения. Отвратительные отношения. На вас это повлияло? Конечно, конечно, конечно. 12 лет он жил. С 4 лет до 16. Потом опять ушел. А почему не нашли контакта с ним? А какой контакт? Чужой человек. Какой мой контакт? Чужой человек совершенно. А братья и сестры? Вы как-то общались с ними? Только старшая сестра Вера. Вот с ней. И она потом уехала. Вы остались в городе фактически. Потом опять уехала. То есть я один жил уже с 16 до 18 лет. Потом я уезжаю в Москву. И уже редкие встречи. Почему уехали в Москву? Учиться. Вам кто-то подсказал? Вы сами приняли такое решение. Ну, во-первых, там, где я жил, я слышал с детства, что если ты не являешься коренной национальности, то поступить, учиться трудно, квартиру получить трудно и карьеру трудно. Вот все это слышал. Думаю, зачем мне оставаться? Я уеду в Центральную Россию. Естественно, в Москву. Вот я и поехал в Москву. В этом году у меня 50 лет, как я приехал. 3 июля 1964 года. Да, да. Внуково. Еще Хрущев был. Хрущев был. Многого. Взял документы. И там, как раз, напротив МГУ, ИСАА. Так. И, судно, я говорю, прихожу, документы не принимают. Почему? Нужна характеристика, рекомендация райкома комсомола. Я же не знал. Ну, вы же комсомольцем-то были. Но характеристика нужна. Нужно было пойти в райком комсомола, взять там характеристику, рекомендацию для поступления в данный ВУЗ. Только МГИМО и этот институт, только они требовали от абитурентов такой документ. Характеристика. Ну, вот и пока дождался, мама пошла там, расплакалась, дали, прислали. Ну, через 2-3 недели документы приняли. Характеристика хорошая была. Ну, а что же плохая будет? Учились, кстати, в школе хорошо. Да, опять. Какие танки были? Шесть пятерок, остальные четверки. Троек не было. Нелюбимый предмет какой у вас был? Все точные. Математика вся, алгебра, геометрия, фигонометрия. Чего? Не нравилось тебе? Не любил я это. Скучно, эти цифры все эти. Тангенс, катангенс. А история, география? Вот история. География. Ну, биология чуть-чуть. Литература тоже. Литература. Может, там, когда какие-то пьесы как-то... Читали много? Читали. Ну, не очень много. Дома не было книг никаких. Ничего не было. Стояло на полочке у мамы две книжки. Теодор Драйзер. Американская трагедия. И Королева Марго. Все. Вот мама их читала. На ночь. Иногда я видел. Все. Больше не было ни одной книги. Газету не выписывали. Радио не было. Телевизор купили уже, вот, 56-й год. Первые телевизоры были Енисей. Ну, слава богу. Ну, программа одна. Вот все. А друзья, вот, школьные друзья, с кем вы во дворе встречались? Куда вы ходили? Ну, во дворе были дворовые мальчишки. Рядом были дома. То есть дворовая ситуация была. Были там, как, 5-6-7 человек у нас. В классе были ребята. Приходилось дружить с тем, с кем идешь после школы домой. Приходилось. Нет, в смысле, а как будешь дружить? Кто ближе? Мы идем ближе. Кто ближе, да, да, да. Разговариваем. Потом вечером, может быть, куда-то в кино пойти или еще что-то. А хотелось с другими дружить. А как я буду дружить с ними? Я же не пойду, и все же знают, куда мне идти. А я только разворачиваюсь и иду в другую сторону. Не поймут. Не поймут люди. Поэтому приходилось дружить с теми, с кем я шел из школы домой. А это были не те, с кем бы мне хотелось. Во дворе были не те, с кем бы мне хотелось. У меня сосед был Абдрашитов. Вот. Режиссер наш здесь. Вадим Абдрашитов. Вот. Он старше меня на пару лет. Но я же его не знал. Так вот, близко. И он уехал быстро в Москву. Вот. Потом другие были ребята. Так вот не получилось, чтобы во дворе дружить с теми, кто мне был бы симпатичен. И в школе не получилось. То есть, школьного друга по жизни у вас нет до сегодняшнего дня, с которым мы могли бы... Ну, просто мы знаем друга друга. Вот он живет здесь, в Москве. И одноклассница, они поженились. И он с первокласса, мы его знаем. Но я не могу сказать, что он закадычный друг. А одноклассники там встречаются, с кем встречи, десятилетия? Уже нет, все, 50 лет прошло. Все уже, да? Было десятилетие, 20 лет, 30 лет. 50 лет уже. Кто умер, кто болеет, уже все. Никого не интересует. Ну, давайте сейчас прервемся. У нас есть аудиозвонок, если вы не против. Итак, напомню вам, уважаемости зрителей, что есть у нас кнопка, нажав на которую, вы тут же попадаете к нам в эфир. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Да-да, слушаю вас. У меня вопрос военный. Я вернусь к теме наших отношений с Америкой. Вот, Владимир Вольфович, вы говорили, что Америка не будет воевать с нами. Им интересны лишь локальные конфликты. Но, когда есть воздействие того, что из искры разгорится пламя. Вот, как вы думаете, способна ли Америка из страха или по другим причинам нанести превентивный удар по России, используя свое ядерное оружие? Ого! Насколько мыслов, какому действию Запада? Нет смысла Америки вступать с нами в ядерный конфликт. Богатая страна. Все живут неплохо. Они хотят жить. Ведь даже если бы мы были бы очень слабые, и они бы сбили бы все наши ракеты, которые не смогли бы долететь до Америки, то взрыв всех этих ракет, которые есть у нас, планете конец полностью. Поэтому это американцы понимают. И никогда не будет ядерной войны вообще. А невозможный ядерный конфликт, но локальный. Израиль и Арабы. Индия и Пакистан. Северная Корея и Южная. Тайвань и Китай. Где-то там. А Европа, Америка и Россия никогда не будут прямой войны, а тем более ядерной. А вот локальные конфликты, пожалуйста. Куба, Вьетнам, Корея, Ангола, Мозамбик, Сирия, Ирак, Иран там, Ливия. Сейчас Украина. Вот сейчас самый неприятный нам конфликт. Потому что мы один народ, в принципе, исторически были один народ. Потом немножко мы разошлись. Появилась украинская нация, а мы в основном русские все. Но здесь просто для них это хороший вариант, сейчас я уже говорил, замесить тесто для выхода из кризиса. Стравить нас с Украиной. То есть задача Америки... Свои проблемы решать, да. Задача Америки, чтобы была война между Россией и Украиной. Это пугает Запад. Запад поворачивается к Америке. И Америка зарабатывает из-за того, что весь Евросоюз будет работать на Америку. Вот и все. Ну, я так понимаю, что вот сдерживающий фактор по-прежнему работает. Я имею в виду, я имею в виду сдерживающий фактор работает. Ну, а мы продолжаем идти дальше. Почему вы именно выбрали это направление? И я знаю, что была какая-то очень интересная у вас история в Турции. Вы очень часто сейчас говорите на турецком языке. Просто мало кто знает, что вы его знаете. И не просто так его воспроизводите. И так вот ваша учеба, и каким образом вы попали в Турцию? Ну, вот неудача опять. Я никогда не хотел учить турецкий язык. Вообще Восток. Жизнь заставил? Нет, не жизнь. То есть я хотел стать дипломатом. В МГИМО поступить нельзя было. Только на метлатура. Мне сказали, вот восточный вариант МГИМО и ДИИСА. Из-за страны Азии Африки. А там выбор. Десятки языков. Нужно обязательно указать в заявлении, на каком отделении будешь учиться. Было модно арабский. Везде арабский, арабский, Гамаль Абдельнастр, Египет. Я написал арабский. Но на арабский и японский все шли. А надо на все языки. И приказом ректора меня в турецкую группу. Вот все. Опять учить язык, который мне совершенно не нужен. И Турция мне не нужна. Абсолютно. Не нужен нам берег турецкий. Вот все. Но вы в нее попали. Но, хоть скоро я по наивности не знал, можно было перейти на другой факультет и все. Тоже юридический, философский, психологический. Но любой другой. А я какой-то был такой честный. Думаю, я же поступил. Я должен окончить его. А потом уже пойду учиться дальше. Но когда окончил, в армию забрали. Опять же, разнарядка пришла. Один человек нужен. В Тбилиси. С турецким языком. Вот все. Приказ, родина. А зачем в Тбилиси с турецким языком? Там Закавказский военный округ. Турция же рядом. Они же курировали Турцию рядом. Иран, арабский мир. Раз-то самый важный округ наш был. Вот это то время, да? То время. Вот лейтенант политического управления Закавказского военного округа. Седьмой отдел. Спецпропаганда. Утром я писал листовки. Наша армия входит на какой-то турецкий город. Мы освобождаем вас от капитализма, от жандарма. Я должен населению объяснить, что мы, так сказать, мирная такая страна, и вам плохо не будет. Весь им должен сжечь все листовки, чтобы они не попали куда-нибудь в прессу и так далее. Вот такая работа. Я изучал весь Ближний Восток, читал газеты, слушал радио, писал листовки, брошюры, материалы. Это очень интересно. Вам понравилось это? Вы уже потом захотелось жить в этой некой атмосфере? Мне не понравилось в Тбилиси. Ну что я опять... А чем в Тбилиси не понравилось? А что хорошего мне опять? То я Казахстан, мне это не нравится. То Турция на практике, мне не нравится. То теперь Друзия, да что ж такое. Когда я буду жить в нормальном, спокойном русском городе. В Москве? Не везло. Ну, в Москве, раз я в Москву приехал учиться. Дослужились до какого звания? Лейтенант, старший лейтенант, потом капитан получил, подполковник. Вас люди были, вы кем-то руководили? Нет. Как раз работа специфическая. Отдел там, два полковника, три подполковника. Нет, ну он, конечно, не очень открытый. Потому что мы занимались специальной пропагандой. В случае войны. Что мы должны делать с мирными гражданами? Вот. Поэтому идешь на работу утром, а вечером идешь, люди гуляют, жизнь идет. А у меня работа связана с войной. А ее же нету. Дурацкая положительность. Ну, несоответственно. Войны нету. Ты работаешь на подготовку войны будущей, документы готовишь. А улица гуляет. 71-й год, 72-й год. Жаванадзе там еще был. То есть, лучше всего жили при нем, при Жаванадзе. 70-й, 71-й, 72-й. Потом пришел Шаварадзе и пошел закручивать гайки. Ну, в форме ходили. Да. Опять жарко. Плюс 30. Но уже здесь все было затянуто. У вас крутой был? Вы что-нибудь делали? Все какие-то специальные звездочки, специальные сапоги? Ни надо ничего. Или вот все как по августу. Как было. По усталу. Купил я туфли более такие парусиновые, темные. Не кожа, чтобы было попрохладнее. Заметил. В штабе специальный отдел строевой подготовки. Вот. Патруль. Вот у вас не по форме. Не стандарт обуви. Вот все это. И всем честь отдавать. Я же лейтенант. А кругом штаб, полковники. Все старше меня. Вот идешь на работу и с работы. Рука. И все рука вот так вот. Все вот так вот. А вам отдавали честь? А кто будет отдавать честь? Ну, те, кто ниже по званию. Так нет лейтенант ниже. Никого нет. Вот и все. Там нет младших лейтенантов. А строевой ходили? Где-нибудь на парад может быть? Или еще что-то? Или все-таки в штаб? Только штаб. Только штаб. Штаб и отдел близких науки. В этом смысле повезло. Кто-то автобат. Там лежит, колеса там меняет. В стройбат там что-то делают. Артиллерия там стрельба. Чистая работа. Чистая работа. Как в Министерстве иностранных дел. Если бы это не было в Тбилиси, я вообще там мог бы остаться. Сейчас бы уже были полковником. Сейчас генерал дошел бы до генерала. Хорошо. А скажите, пожалуйста, вы попали все-таки в Турцию? Там какая-то тюрьма какая-то была у Римовского. На практику я поехал. Поехал, чтобы деньги заработать. На квартиру. Заработал. И после армии купил квартиру в теплом стане. Трехкомнатную, кооперативную. И там уже жена и сын, мы там жили самостоятельно. Ни тещи, ни тести, никого. Все, мы одни. Да, но как попасть в наше-то время в советское? А, единственное, турецкий язык. Переводчик заработал турецкий язык. Английским не пробиться. Французский, немецкий. А с турецким только подписали контракты. Строим там шесть заводов. Им нужны переводчики. И я попал по контракту. Пробал там восемь месяцев. И за восемь месяцев заработали на квартиру? Да, на Запорожец. Запорожец купил. Раз в армию, поехал в Тбилиси, там продал. И мне хватило, это первый взнос в кооператив. Все. Так вы коммерсант, Владимир Владимирович. Причем не коммерсант. Мне машина не нужна. Мне нужна квартира. Но не у каждого хоть жалоба купить, потом поехать продать, потом... Меня послала армия, родина послала. А, родина. Что ли, за это в армию. Так а что в Турции-то случилось? Я на него сел и поехал. Там маленький город, начальник тайной полиции. Я единственный иностранец и знаю местный язык. Сразу подозрение. Что это русский знает, турецкий. А там рядом натовская база, американская база. А я, наверное, приехал шпионить за ней. Но я же не шпионю. Я где-то ходил в кофейню местную. Ребята, ровесники, познакомились. Какой-то досуг. Потом, думаю, у меня остались значки советские. Потому что, когда ты пересекаешь границу, ты не можешь советские деньги перевозить. Пошел в аэропорту, киоск, Шереметьево. Купил значки на 3 рубля, 10 значков. И им подарил. Он решил, что это коммунистическая пропаганда. Ух ты как. Потому что советский значок. И дело возгудили. Введение коммунистической пропаганды. Я-то знал, что это нельзя. Когда ребята расспрашивали, как там жить с СССР, я говорю, не надо. Лучше давайте на другую тему поговорим. Но решил прицепиться к значкам. Ну вот тоже судебный процесс оправдали. Ни какой пропаганды нет. Но сдержали. А кто защищал вас? Адвоката. Посольство занял адвокат. 20 тысяч долларов заплатили гонорар. И вот он. 20 тысяч долларов ему заплатили? Да. А кто за процесс? Посольство. То есть советское государство заплатило? Государство, да. Вот заболел я? Платит посольство. Адвокат нужен? Посольство. А зарплата какая у вас тогда была? Не помните? В месяц сколько вы получали? Не помню. Говорят, что 70% забирало государство и только 30%. Помните, эти все березки потом работали? Вот нам зарплату выплачивали в чеках внешпосылторга. Внешпосылторга, да. Поэтому я купил Запорожец. Потому что в чеках внешпосылторга это было 700 чеков. Что-то такое. А так он стоил 3500. Вот я накопил. Смотрю, у меня получается. Я взял талон. Оставил все деньги бухгалтерии в Турции. А приехал в Лузняках. Была эта база внешпосылку. Машину взял. Покатался мне в армию. А там куда мне нужно? Мне там жить негде. Я продал деньги на сберкнижку. И потом в кооператив вступил в Москву. А параллельно у вас семейная жизнь? Знакомство с супругой, ребенок? Где это все произошло? Как это получилось? Познакомились в лагере Питсунда. Под Гаграми. 67-й. Два года, три-четыре года встречались. В 71-м поженились. Вот и все. Родился сын в 72-м. По любви, Владимир Владимирович? Ну, естественно, как-то. Ну, Питсунда, знаете, как это? Молодежный лагерь. Другое настроение. Лагерь молодежный от МГУ. Там были только мы, студенты МГУ. 400 человек. Почти равные. 200 мальчиков, 200 девочек. Первый, второй курс. Самые молодые. Великолепная форма для общения. Потому что не было старшего возраста. Не было там зануд. Завтрак, обед, ужин, танцы или кино. Каждый день. Вот 21 день. Все. И познакомился рядом, потому что опять. Палатки рядом стояли. На пляж идешь. Если бы не рядом, то и познакомились бы. Ну, раз порядка рядом, мимо проходишь. И на пляже смотришь, к ним садишься рядом. То есть вот так вот, 21 день. Ну, вы как-то ухаживали, как-то что-то там пороженное. Ну, то есть на танцы приглашать, разговаривали и все. А танцы любили басбустой или медленные танцы? Телефонами обменялись. В Москве куда-то ходили, куда-то на концерт, театр. И так вот шли эти отношения 4 года почти. Вот она, видите, вот жена. А кто влюбился? Вы влюбились в нее или она в вас? Одинаково, одинаково. Да? Вот это вы венчались. Это произошло гораздо позже. Да, да, да. А почему? Нет, тогда не было. Было у нас 6 января. Это Рождество. На Рождество обряд венчания не производится. Потом прошло время, и модным стало венчание. Мы решили еще вот в церковь венчание провести. Вот Михаила Архангела, метро Юго-Западное. И вот там венчание. Гостей пригласил из-за границы. Француз Ле Пен приехал. Все вот. И вот и процедура. Бабочку одел я. А вот здесь давайте коснемся вот такой вот момент церковного вопроса. Церковь для вас что на сегодняшний день? Коль вы венчались? Ну это уже ведь тысячелетие почти. Людям нужно во что-то верить. Вот. Вот такой момент. Там же все в Библии. История человечества расписана. Поэтому. Это как бы вот принципы нашей жизни духовной. Заповеди какие-то там есть. Вы им следуете? Это невозможно. Почему? Ну потому что каждый день мы обманываем друг друга. Каждый день кто-то крадет у друга. Каждый день кто-то изменяет жене. Надо следовать. Но это как принципы. Надо их соблюдать. Если получается, хорошо. Не получается, плохо. То есть правильно я вас понимаю, что вы тоже крали? Тоже нарушали эти принципы лично вы, Владимир Жириновский? Ну я не крал как вор. Ну допустим яблоки в соседнем саду в Чижом. Всегда голодные ребята. Нет, голодные мы, нечего есть. Голодные. И яблоки растут. Мы залезаем через забор, рвем их. По необходимости. Вот и все. Голодные только лишь поэтому. Это как бы принцип. А обманывали? Что? Обманывали людей? Да постоянно мы обманываем. Ну как иначе людей? Вот вы сразу говорите мы. Да, все. Вот я, Владимир Жириновский, обманывал. А вы сразу говорите мы обманывали. Ну пожалуйста, я обманывал. Каялись по этому поводу? Не надо каяться. Почему? Ну а зачем каяться? Ну вот выбор. Мама и жена. Что делать? Надо обоих как-то обмануть. Потому что одна не хочет жить с другой. Не хотят договариваться ни о чем. Приходится обманывать как-то. Какие-то путевки доставать. Разводить их. Говорить там какие-то вещи, которые ненужные может быть. То есть семейная жизнь и работа. Постоянно люди должны не напрямую обманывать, чтобы специально обмануть. Но если всю правду говорить, то будет конфликт постоянно. Дети. Там же постоянно нужно как-то его отвезти от какого-то дела, мероприятия какого-то. Тоже мы детям говорим чаще то, чтобы как-то их немножко в сторону отвезти. Так что это безобидные вещи. А вас часто обманывают? Постоянно. Вы это всегда знаете? Знаем все, видим все это. Не может человек без обмана. Не может. Я слушаю, мы такие плохие. А что ж теперь делать? Жизнь такая. А племянник хотел обмануть. Племянник хотел обмануть. Ну что делать? А что он хотел сделать? Заработать. На вас? Ну. Каким образом? Ну счетчик. Не платит деньги, он должен платить. Да. А потом он хочет его заменить, и с нуля пойдет счетчик. А деньги за оплату он себе возьмет. Ну вот я его выгнал. Ну, что делать? Хватит, человек хотел заработать. А как у вас вообще с родственниками дела? На сегодняшний день? Сто человек почти. Всех родственников. Вы любите собрать большой стол? Ну, редко. Редко. На поминках. Раньше. Иначе их не соберешь. Вы любите родственников? Я говорю, иначе их не соберешь. Нет, ну как? А праздники? Любишь, не любишь. Но я вам говорю еще раз. У всех свои проблемы. И собирать это суета. И у меня деятельность моя публичная. У меня люди, люди целый день. Если еще на праздники соберу 100 человек, это сумасшедший дом будет. Поэтому для меня лучше всего уединение. Никого, чтобы не было рядом. Даже собаке никого не надо мне. И что происходит в этом уединении? Отдыхаю, и все. Почитался, походить, тренажер, бассейн, подремать, и все. И все. А если снова будут люди, тогда никакого отдыха не будет. У меня целый день люди. Целый день. Идут, идут, идут. Интервью целый день. Вот сейчас мы сами сидим целый час. Это что, по-вашему, наслаждение для меня? Опять же люди. Люди и это самая тяжелая вещь. Давать интервью. Ну давайте о приятном. Стоминать всю жизнь. О приятном поговорим. О партии. Пока вы... ЛДП же говорите так. А в основном 25 лет все о неприятном. Я, по-моему, еще ни одного слова о неприятном не скажу. Ну, о воспоминаниях все эти. Вот там были, вот тут. А как вы думаете? Все говорят, что наоборот человек помнит только хорошее. Нет, нет, нет. Это вы же не про хорошее спрашивали? Я просто спрашиваю, что случилось. А случилось-то, что такое плохое. Я же за вас переживаю, а можно, Владимир Владимирович. Так мне это не нужно ваши переживать. Ну а как же? Интересно просто. Напоминаете, вам интересно. А мне это надоело, поперек горла. Так, хорошо. А потом вы сейчас спрашиваете. А партии поговорим? Партия вам не надоела? Пожалуйста, задавайте. Вот скажите, в одном из интервью вы когда-то сказали, мы знаем, что партия ЛДП одна из первых была создана. Самая первая. А можно даже сказать, самая первая. Но вы где-то в одном из интервью сказали, что еще в 77-м году, когда был еще Леонид Ильич Брижин, вы что-то где-то какая-то планировалась там по партии, и вы каким-то образом там чуть ли вас уже пригласили, но всех посадили до того момента, как вы возглавили. Расскажите, что это было? На работе у нас был такой Анатолий Анисимов, священник Нижегородской области. Он видел, что я выступаю на собрании, критикую. Профсоюзное собрание, народный контроль, критически настроен. И как-то меня зовет, давайте мы тут у нас есть сводка такая, собрание, мы там хотим партию создать. Вот. Я же молодой, мы еще 31 год. Давай, приходи к нам, послушай. Давай. И только не в это воскресенье, а в следующее. Хорошо, давай. И вот в это воскресенье всех арестовали. Повезло мне. Вам повестилось. Все. Вот у меня был первый контакт по созданию партии. Чужая, даже у меня мыслях не было. Я был, кстати, еще только-только, 31 год, еще комсомольцем был до 28. По идее, это могло отбить желание вообще создавать? Ничего не отбило. Я же у них не был, ничего не знаю. Знаю, что он коммунист из партии исключили и куда-то уехал. Их не посадили. Они ничего не совершили. Но всех из КПСС исключили. И они были вынуждены уйти на работу за пределами Москвы. Проводник вагона куда-то там, рефрижератор и так далее. А вы к этому времени уже в 77 году кем трудитесь? Как вы не называете? Я работаю в иностранной юридической коллегии. Старший консультант. Что входило в вашу... Я вел имущественные дела с советских граждан за рубежом. Наследство, пенсии и так далее. Недвижимость, продажа. Ну, все, что у гражданина есть, за рубежом. И что, много было вообще за рубежом? Полно. Даже кажется, что советское время вообще у нас нет. Нет, это люди, которые во время войны оказались там. И остались там. Остались. И там они умирают. Открывается наследство, а у нас родственники их живут. У меня был хороший вариант. В Иваново. Грузчик на вокзале. А мать в Германии оказалась во время войны. И умерла. Вот он наследник. Я ему оформил наследство. Он грузчик на вокзале. стал миллионер. Вот уж как хорошо ему. Ну, такая интересная профессия даже, не знаю, по тем временам. Чисто только адвокат. Ну, карьерная была, то есть. Ну, какая карьера? Нет, можно. Там две-три руководящие должности. Только для коммунистов. И все занято. Все занято. Там, может быть, судом дошел бы завсектором. И все. И все. Каким образом человек, который занимается адвокатской деятельностью, становится лидером партии? Опять же. Гуляю. Я говорю, погулять надо. Арбат. Хожу, гуляю. В 88-й год уже. Да. Начались перестройка. Начались где-то собрания проводили. Разрешили. Переименовать давайте. Ворошилский район. Будская будет там. Хорошовский. Я хожу везде. Слушаю, выступаю. Потом конфеты Четымира собирает, вот, как бы, неформалов. И там Дебрянская, она же подруга Новодворская, сообщает. Мы, говорит, партию создаем. И называют время и место сбора. Там 7-е, 8-е, 9-е мая. На квартире у нее. Еще где-то под Москвой. И еще где-то на квартире. Я прихожу. Да. Я прихожу. Везде следят. Везде стоят ОМОНовцы с собаками. На Красной Пресне у них было собрание. Потом на квартире у Дебрянской речной вокзал. И потом под Москвой. Я все прошел. За три дня меня узнали. И предлагают избрать выбор руководящих органов. И меня выбирают люди. А почему? Ну, услышали меня. Я же выступал три дня. О чем-то говорил. А что вы тогда говорили? Какой был основной ваш? Какая разница, о чем, вот, 40 лет назад. Почему? Люди выдвигали руководящего того, кого не услышали. Они же никого не знают. Они все впервые собрались. Грубо говоря, кто громче скажет, то громче. Кто хоть что-то скажет. Можно услышать его. Понять. Кого выдвигаем. Вот выступал. Человек называет фамилию. И все. А можно сказать, что? Это нормальная процедура. Люди никого не знают. Три раз собрались. Как они могут сказать? Кого я буду выбирать? То, кого услышал. Они бы случайно стали. Как я не остался там. Это чужая падер новодворская. Я про это говорю. Я ушел оттуда. Вот я нахожу на Арбат. Там люди собираются и разговаривают. Вопрос задают, отвечают. Я подхожу, слушаю. Потом неправильный ответ. Ко мне поворачиваются. И вот так люди меня узнали. Я отвечал лучше. Более правильно. А в это время Демократический Союз распадается. И там выделяется крыло. А у них нет лидера. Они тоже ходят по всем тусовочным местам. Ко мне стали присматриваться. Видят, что на меня хорошо реагирует аудитория. Что я умею выступать, говорить. Отвечаю на все вопросы. Стали, об меня есть телефонами. Стали меня уговаривать, чтобы я возглавил их новую партию. С января 89-го. В декабре, через год, я соглашаюсь. Я вижу новые партии, движения. А кто такие вообще? Люди хуже меня, слабее меня. И не просто вступить в эту партию. Возглавить. Чистолюбие у меня разыграло. Сразу стать руководителем партии. Вот я пошел. И нам везет, что в марте 90-го отменяют статью 6-ю. То есть свобода. Можешь создавать. Руководящие. А у нас съезд на 31 марта. Ну, случайно так получилось. И мы проводим первый съезд. Сталопотворение. Все каналы со всего мира. И вот это повезло нам. Чисто поцельнее прошлись. И пошло, пошло. Выборы президента. 91-й. Через год уже. Выборы президента. Опять. Мы единственная партия, которая выдвигает своего лидера. А в 93-й год выборы в Госдуму. Вот 90-й, 91-й, 93-й год. Мы взлетели, потому что вот шла вот постоянная система выборов. Выборы, выборы. Ну да. А когда выборы, бесплатное телевидение. Подъем. Журналисты. Общий подъем в стране. И вот это позволило нам взлететь наверх. А деньги кто вот помог вам? Вот не было денег. То есть дело. Кушать же надо как-то. Ну, кушать. Я работал же. То есть вы одновременно работали? Все работали. Все работали. А вечером? Естественно. Выходные дни иногда и так далее. И первый съезд я провожу в Дом культуры Русаков в Сокольниках. Я иду, сберю книжку, снимаю деньги. 400 рублей это. Сейчас это будет 40 тысяч. И аренда зала. Вот, пожалуйста, деньги. Я заплатил за аренду зала. А ребята заплатили за издание газеты. Вот так собирались, собирали деньги. А потом на выборах президента, через год, уже Центризбирком мне дает деньги. 200 тысяч долларов. А я смог это сходовать только 80. 120 мне переводят. Все, партия получила 120 тысяч долларов. Деньги уже. Да, дело пошло. Дело пошло. Вот так что вот так все по крохам и пошло. Привемся на секунду. Звонок нашего сети зрителя. Будьте любезны, представьте себе ваш вопрос. Здравствуйте. Добрый день. Андрей из Санкт-Петербурга. Хотелось бы вот уточнить у Владимира Вольфовича. Вот прямо в фарватере этот вопрос. Его спичер. А на ваш взгляд, современные партии вот такого авторитарно-тоталитарного вождейского типа, как КПРФ, как вот ЛДПР, они имеют какую-то перспективу вот в случае смерти или вообще вот просто вот лишается головы вот эта партия. Она просто развалится как карточный домик. Вы уже от меня это не думаете? Понятно. Вопрос понятия, он традиционный. Хотите ответить на него? Да, ни одна партия не разваливается. Возьмите Прохоров. А где его партия? Вот он тоже ведь? Он не авторитарный. Но вот его нету и партии нету. Кто скажет, что это его сестра, даже имя не назовут ее. По-моему, Ирина ее зовут. Поэтому это не партия авторитарного типа. Это начинается партия с руководителя. Как вы партию создадите? Под кого? Что, вы встанете на улице? Давайте, ребята, партию создадим. Формируется руководящее ядро. Избирается руководитель. Он выступает, ходит на разных собраниях. Люди слушают. Вот, это мне нравится. Это правильно. Я хочу это. И вот под этого лидера они идут в эту партию. С любым названием. С любой программой. Но первый этап – личность руководителя. Но потом, если он талантливый человек, то его просто некем заменить. У меня некому заменить меня. Некому. Но вы авторитарный руководитель? Высший совет всем занимается. Ну, вы же можете сказать, я так считаю. А кто-то может сказать, Владимир Ильич, вот здесь вы не правы. Нет, мы так не должны делать. Все, все, все демократии обсуждают, спорят. Это просто превратное представление. Молодой человек почитал газеты. Вот там авторитарные и так далее. Но переживают за то. За партию УДПР не знает ничего. Не знает. Вот Зюганов возьмет чужую партию. Уйдет Зюганов, сразу будет ниже авторитет партии. Его знают 20 лет. А его зам хороший человек, но никто не знает его. Поэтому, чтобы сберечь уже полученные голоса, лидер остается во главе партии. Молодой человек путает с западом. Там партия приходит к власти и уходит в оппозицию. Вот такой приход-уход позволяет и менять. У нас ни разу оппозиционная партия к власти не приходила. Поэтому не возникает проблемы со сменой лидера. А меняется вот Прохоров. Вот он две партии поменял. Вторую передал сестре. Не получается. Вот не любите вы Прохорова в последний ряду. Хорошо. Все время вы его в приеме. Барнас. Пожалуйста. Немцов, Касьянов. Ну и что? Они будут до смерти будут они. Никто их не переизберет. Все. Рыжков. До смерти он будет своя. Эсбюганская партия. То есть все партии первые десятилетия живут за счет авторитета личности. Потому что просто партия никто вообще не будет знать. У нас есть 400 партий. Вот он позвонил, пусть он позвонит в 300 партию. И спросит, кто-то не знает. Кто там? Понятно. Узнают-то по лидеру. Я предлагаю, у вас есть совсем мало времени, дорогие друзья. Проголосуйте, пожалуйста. Вы хотели бы стать политиком, да или нет? Вы хотели бы стать политиком, да или нет? Владимир Владимирович, вот когда-нибудь до того момента, до перестройки, до прогулки по Арбату, у вас вообще было желание стать политиком? Вы предполагали себе, что вы фактически можете стать таким? Я в 1977 году составил план моей жизни, карьеры. В 1977 году. До 2000 года. То есть на 25 лет. И конечная должность у меня была премьер-министр в 2000 год. И жене вы пообещали, что будете премьер-министром? Ну это тоже, это уже второй вопрос. То есть у меня была. Потому что я когда составлял, у меня жены не было. Я составлял план своей карьеры. Так, премьер-министром? Да, вот, пожалуйста. Я хотел там, допустим, министерство, там рядовой сотрудник, потом там завсектором, замначальника отдела, управления, глав, замминистр, министр, правительство, председатель правительства. То есть вы карьерист? Вы карьерист? Это не карьерист. А как же? Это если у меня есть знания, я хочу их употреблять на более высоких должностях. Вот и все. И жизнь так и поставила. Сегодня моя должность соответствует должности вице-премьера. То есть я свой план перевыполнил в плане карьеры. Вы довольны? Это политическая работа вся. Вы довольны? Доволен, да. Давайте еще один вопрос примем. Здравствуйте, как вас зовут? Алло. Да-да, слушай вас. Здравствуйте, меня зовут Денис. Я хотел бы задать вопрос Владимиру Ворьевичу. Скажите, пожалуйста, почему вы не выступаете в Совете Европы? Я смотрел, как вы выступаете, и смотрел, как сейчас выступают. Но это небо и земля просто. Почему вот вы не выступаете? И откуда? Скажите, пожалуйста, из какого города? Я из Казахстана вообще. А, из Казахстана. Значит, я много лет ездил в составе нашей постоянной делегации в Совете Европы. Выступал там. Меня не все боялись. Но надоело просто ездить сюда. И там нужно ждать очереди, пока ты выступишь. И это все-таки отрывает меня от России, от избирателей. В этом плане, как бы, я свою роль выполнил. Я отстаивал интересы России и все эти Европы, и НАТОвские парламентские ассамблеи, и Межпарламентский союз в Индонезию летал. То есть я все, что надо делал. И готов и сейчас дальше продолжать. Так что здесь проблемы нет. Давайте будем постепенно завершать. Тем более, что, опять же, люди, люди, вам работать еще много. Данилович, вот кто вот реально хочет услышать партия, что такое. Вот пускай 1 мая приходит на Пушкинскую площадь в 12 часов. Тем более мясо настоящее, гречка настоящее. А петь кто будет-то на концерте? Там целая у нас бригада, ребята с Института Гнесиных. Но они увидят, что такое партия. Выступают молодые активисты, депутаты, лидеры партии. То есть никакого нету авторитарности. Все, кто хотят, выступают. И это вот жизнь партии изнутри. Вот она партия, вот стоят ее активисты. 5 тысяч человек, Пушкинская площадь. А так мы сидим вдвоем. Поэтому впечатление не очень, что такое партия. За то, сколько нас смотрят людей. Валерий Иванович, скажите, пожалуйста, я же не могу... У нас есть такой блок дурацких вопросов. Пожалуйста, пожалуйста. Короткие вопросы, короткие ответы. Скажите, пожалуйста, вам вот на сегодняшний день не стыдно за то огромное количество всевозможных ваших действий, после чего приходится то суд, то какие-то комитеты по этике, последняя история с беременной девочкой? Очень много таких мы в интернете можем найти. Вам не стыдно за это? Почему? Нет, нет. Всегда начинал кто-то другой. Я же не выходил, а это, журналистка, ну-ка, давай я тебе сейчас буду оскорблять. Или я депутат, женщина, давай я тебе. То есть конфликты возникали. Вот Тишковская, 95-й год. Так. Мы останавливаем драку и священник Пелеп Якунин, и националист Лысенко. Там уже дошло до убийства. Мы их разняли. Она бежит и врезается на штуку. Начинает ногой бить мужчинам между ног. Она бы призналась, говорит, ненавижу вас, ЛДПР. И начинает бить вот так вот все делать. Как-то мы пытаемся ее остановить. Ну и потом, вот вы там, женщина. Она же женщина, да. Куда? Ну, а что мы делаем? Мы же не били. Ну, как-то останавливаем простые. Утихонировали, она села, пошла, села. Все. Проблемы никакой нет. Поэтому... А другие истории? Вот много всевозможных... Все истории связаны с тем, что они провоцируют агрессию против меня. Ну, а мимо против. Никого. Как пройдете мимо? Они живут к нам. Не касаться их. Но мы же не идем к ним. Они идут к нам. Вот Тишковская к нам подбежала. Она нам близко не нужна. Она врезалась в нашу полку. Мы мужчины-депутаты стоим, уже идем садиться. Она врезалась. Так что везде агрессия внешняя. Что же я буду ни с того ни с сего, вдруг кого-то оскорбляют? Хорошо. Вот вообще в жизни был случай, ваше, с рождения до сегодняшнего дня, за который вам стыдно? Нету. Нету. Всегда все делал честно, открыто. И... Ну, в какой случае? Не стыдно, допустим? Я получил посылку. Там кроссовочки, плащ какой-то. Мама примерила. А я хотел для Игоря, для сына. Ей захотелось, чтобы я ей дал. А я взял, дал сыну. А я ей умирать скоро. Что я ей у нее не дал бы? Пусть бы она взяла бы. А Игорь еще сто раз бы я купил бы. И кроссовки, и плащ. В этом плане, вот, нужно было бы пойти навстречу лучше матери. Потому что она в конце пути. А сын, еще много-много раз, он получил бы сто кроссовок. Вот это вот, как бы, выбор неправильный. Почему? Потому что уже отцовские чувства были. И уже сыновьи притупляются. Женщина пожилая, как бы увядающая. А тут сын, какие-то интересы у него. Все мне интересно. Что-то он ждет мне какой-то помощи, поддержки. Но все равно нужно было перевесить в сторону пожилого человека. Потому что у него кончается жизнь. И она умерла буквально там, какой там был год. Все его это было, 8-8. Через два года. Она бы с трудом эти кроссовки не износила бы даже. Вот это вот неприятно. Или она просила попитаться с рынка. Мы жили недалеко, Орежский рынок. А деньги у меня были. Я же много зарабатывал, в смысле, как адвокат. Я жалко мне. Ну, что я пожалел? Мне 30 лет. Я как-то не думал про нее, что она же... Ее жизнь подходит к концу. Ну, давай увеличиваю я на питание деньги. Пусть на рынок ездит, покупает парное мясо, клубничку. Опять я... Это вот в этом плане поступок, который я бы сегодня ни в коем случае бы не допустил. В этом плане. А так, чтобы я кого-то обидел, намерение какое-то имел, этого не было никогда. Поэтому это вот публичная деятельность, когда очень активная, то это вот столкновение происходит. А когда... Много. Ссорились там волн молодости, отрочисти. Вы первым и понимали, что не совсем Вы правы. Вы извинялись первым когда-нибудь или ждали, чтобы кто-то извинился? У меня не было ссор таких, чтобы надо было извиняться. Ну, знаете, так, по детству там. Да. Да я как-то старался все мягче, мягче поправить. Так что у меня не было такого злости, ненависти, там, говорится, долго там не разговаривать с кем-то. Я все легче проходил. В КГБ вы все-таки были или не были, да или нет? Никогда не был. Все, потому что это прозвучало на заседании Политбюро. Горбачев спрашивает Крючкова, шефа КГБ. Какие там партии есть, хоть не очень бы нас нападали на нас? Он говорит, а вот есть. Называют мою партию, мою фамилию. Собчак услышал. Он решил, что раз Крючков докладывает про эту партию, то он и создал ее. Вот и пошла эта утка, что вот ЛДП создана в недрах КГБ. КГБ отслеживает все партии, как и сейчас ФСБ. Отслеживает все 400 партии. Значит, у вас были встречи с КГБ, разговоры по поводу партии? Я говорю, что никаких встреч. Я говорю еще раз. ФСБ сейчас отслеживает все партии и ни с кем не встречается. Это неправильно. Они смотрят, наблюдают за деятельностью. На митингах, там какие-то встречи и так далее. Программа партии и так далее. Так и здесь. И докладывает он, первый раз его попросили. Что там происходит? Уже партии также разрешили создавать. Кто там они? Что это за партии? Что они думают обо нас? Куда? Все, долой СССР, долой КПСС, долой КГБ, долой армию. Есть одна, которая более-менее спокойна, мягко. Вот, назвал. А это слышали другие. А, все, вот это оказывается они. Хотелось бы быть в КГБ, работать в советское время? Узко. Хотелось. Потому что это была самая такая организация весомая, значительная. И хорошо оснащенная. У меня одноклассница была. У них квартира хорошая, машина. Паек какой-то специальный. Питание отличное. Санаторий, отдых. Ну, все решено. Аптека специальная. Ателье специальное. Потому что коммунизм в плане благополучия, конечно, только там можно было достичь. Вот. А в плане специфики работы, это все закрытое. Нужно молчать, так сказать. Нужно следить. Ты сам ничего не делаешь. Ты должен дать оценку того, что делают те другие. Поэтому ты здесь не можешь проявить творчество и себя выразить. Поэтому мне, конечно, это не очень подходит. Что вы больше всего любите в людях и что вы больше всего ненавидите в людях? Доброту любить лучше всего, чтобы все по-доброму решать. А ненавидеть ложь, конечно. Ложь. Хотя говорят, что лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Но, к сожалению, по жизни чаще сладкая ложь, чем горькая правда. Поэтому лгать, это самое неприятное. Когда вешают ярлык на человека, который совершенно не подходит ему. Вот это мы... Вот сейчас Россию клюют со всех сторон. Все. Санкции все против Японии, Евросоюз, США. Вот тоже самое ЛДПР и я в России. Со всех сторон клюют постоянно. Только ЛДПР. Только ЛДПР. Вы когда-то сказали, что чем хуже ситуация в стране, тем вам лучше. Потому что вы по власти все. Как только будет в стране спокойнее, тише, вам сложнее. Это что ж такое? Ну, потому что политический процесс, он развивается на отрицательных моментах. Если есть нерешенные проблемы, то, естественно, граждане начинают волноваться. Чего власть не решает? И они смотрят на другие партии. А если все хорошо, чего смотреть на другие партии? Вот сейчас затруднительное положение, да? Крым взяли, а что делать дальше? Юго-Восток. Если не будем брать Юго-Восток, получается, выиграл Киев и Америка. Естественно, люди будут смотреть. А другой вариант возможен был? А вот Жириновский говорил, вот так можно было сделать. Поэтому, когда кризис, обострение, ухудшение, люди начинают думать о других политических силах. И здесь появляется шанс получить большую поддержку. Вот и все. Два последних вопроса, скажите, пожалуйста. Очень часто говорят, что Жириновский очень интересная фигура политическая. Часто он говорит, вроде бы, совершенно нереальные вещи. И потом через некоторое время они сбываются. И поэтому у многих вопрос возникает такой. Все-таки есть какая-то пуповина, связь с Кремлем? Кто-то советуется с вами? Нет, ничего нет близко. Я пытаюсь даже до них донести. Когда бывают встречи, все время фракций. Ничего не слушают и никакой связи нет. Это все мое. Потому что сейчас проблема Восток. Национальная проблема. Террор проблема. Вот Украина проблема. Нацизм. Это все, чем я занимался всю свою жизнь. Ну, Владимир Владимирович с вами общается? Когда он со всеми одинаково встречается. По телефону он с вами? Нет. Бывают встречи два раза в год. С лидерами парламентских фракций. Все. И там он обычно выслушивает. Может дать какое-то свое замечание. Какой-то совет и все. А так, что молодец. Хорошие предложения твои. Давай мы тут все это реализуем. Этого никогда не было. И не будет, наверное. У них в своих полно центров. Совет безопасности всякий. ФСБ. Минюст. ГРУ. Разведки. То есть. Единственное, что я иногда озвучиваю то, что им может быть легче и приятнее слушать, чем Парнас Болотная говорит. Чем коммунисты. Там старые сказки про коммунизм. То есть я даю все современное. И ближе к их теме. Вот сейчас заиграла тема русский вопрос. А мы это говорим 25 лет. Зюганов же это не говорил. Миронов не говорил. То есть вы в тренде. То есть мы успеваем встать в повестку дня, которую они формируют, но видят, что мы близки к их позиции. Вот это им приятно, видимо. Давайте посмотрим итоги голосования нашей сегодняшней программы. Мы задавали вопрос нашим сетезрителям. Вы хотели бы быть политиком? Как вы считаете, как ответят люди? Большинство не хотят. И правильно. Грязная, тяжелая работа. Очень напряженная, тяжелая и неблагодарная. Если бы была возможность поменять вот в жизни в начале, не пошли бы сейчас? Ну, если бы все было спокойно, я бы с удовольствием преподавал бы какие-то гуманитарные дисциплины. И не пошли бы в полицию? Нет, конечно, зачем же? Это же сколько сил. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Посмотрим. Да, 38,5 процента. Нет, молодцы. 61,5 процента. Я же не знал процент. Я знал, что очень тяжело. Это оскорбляют тебя постоянно, угнетают тебя, обвиняют ярлыки. И нету успеха реального. Потому что, в принципе, очень тяжело прийти к власти. Практически невозможно. Это получается на подпевке, на подсидке, снизу, у сцены и все. Близко, но не на сцене. Понятно. Это тоже тяжело. И самый последний, очень короткий сюжет. Для того, чтобы понять, все-таки есть такое понятие, как куб личности Жириновского. Мы фрагментик один нашли, тоже старенький. Владимир Вольфович Жириновский. Открытие восковой или восковой, как говорится по-русски, фигуры. Будьте любезны, покажите нам, пожалуйста, Жириновский на открытии. Захватили одну часть. Видимо, я суров, да, действительно. Я на похоронах таком становиться. Я же более веселый, добрый. Как к собственному гробу подхожу. Похож, 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 похож. Все схвачено. Все правильно. Посмотрите, вот это два Жириновских. Да. Два Жириновских. Ну, это вот и я же не просил. И бюст есть. И структуру готовит. Церетели. Бронзовую. Двухмитрового роста. А где же она будет ставить? Ну, найдем где-нибудь, поставим. То есть, это все водка Жириновский. Это все не я. Сами проявляют инициативу, хотят. А я никаких близко никого не просил. Ну, вам же нравится. Нет. И категорически против любого культа личности. Меня поздравляют сейчас. Продолжаю все поздравить. Хватит поздравлять меня. Людей много. Давайте им радость создадим. Не люблю под Халимом. И поэтому категорически против любого возвеличивания любой личности. Вот Ленин нельзя. Сталин нельзя. Брежнев. А как вы понимаете, все мы смертны. Вы не хотели бы, чтобы после вашего ухода каким-то образом ваше имя культивировалось? Не надо. Это людей унижает. Чего мы людей всех считаем хуже, чем тот, которого мы начинаем возносить? Зачем это делать? Все люди хорошие. Каждый по-своему. И лучше не надо, чтобы кто-то высовывался. А тем более, все умер. Румер все и забудьте его. Через три дня, чтобы забыли всех. Первое мая и девятое мая. Самое последнее. У вас есть возможность обратиться к нашим сетизрителям по этому поводу. Я хочу, чтобы у всех было хорошее настроение. Майские дни. Тепло. И вот средарность первого мая должна быть только одна. С нашими соотечественниками за рубежом. Особенно юго-восточная Украина. От Донбасса до Одессы. Впервые за все время празднования первого мая. Первого мая мы с вами можем проявить солидарность с нашими гражданами. Рядом вот Курск, Белгород и уже рядом пошел Донецк, Харьков и так далее. И кому если некуда пойти, пожалуйста, Пушкинская площадь 12 часов первого мая. Девятое это вообще, это ослепительный праздник. Единственная в мире страна празднует День Победы. Только мы победили. Все остальные проиграли. Вся Европа была под каблуком у Гитлера. И мы победили его. А Британия и США, это консервы там, да, мины. Это не то. Это надо. Питание, оружие. Но самое главное солдат. Самый мужественный, самый сильный и смелый русский солдат. Поэтому немцы проиграли. Их взбесило Гитлера. Вся Европа лежит. Французы бегут, итальянцы, голландцы, все бегут. Все. Русские стоят всегда и побеждают всегда. Поэтому это победа, которую только мы будем праздновать. Я буду на Красной площади. Потом прием в Кремле ветераны, участники войны. Поэтому всех поздравляем наших участников войны. Самый низкий поклон. Целуем их медали и ордена. Их уважаем. И будем всегда гордиться. Это была последняя победа в истории человечества. Больше не будет никакой мировой войны. Никто не будет брать Берлин или Париж. Поэтому всегда эта победа осталась за русскими. Эту победу будем праздновать с радостью 9 мая. И финальный вопрос программы нашей. В чем же феномен успеха Владимира Жириновского? Вовремя начал политическую деятельность. 40 лет. Самый расцвет. Юрист. Востоковед. Вовремя оказался в Москве. И началась перестройка. И в этой перестройке старое стало разрушаться. А новое некому возводить. Новое это опять коммунисты. Опять ЦК КПСС. А я не был коммунистом. Зюганов был там. Миронов. Все они коммунисты. И нынешние министры. Губернаторы. И смелость нужна. И смелость нужна. Мужество нужно. Нужно, чтобы ты родился в Азии. Фанатизм такой нужен. Хорошо учиться нужно было. Знаний, чтобы было много. Главное смелость. И говорить, говорить и говорить. Чтобы люди слышали. И будут вас поддерживать. Очень много умных людей. Но они молчат. Никто не знает, о чем они думают. Поэтому мне повезло просто. Это историческое везение. Я не хочу такого везения никому. Чтобы опять рухнула страна. На обломках старой страны появляется новая. И в это время целена. И можно взлететь наверх на Олимп. Не дай бог. Лучше вернемся в брельгинские времена. Но чтобы все были живы. И была бы огромная 300-миллионная страна. Огромное вам спасибо. И до свидания. Праздник. До свидания.